Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, на библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания к Коринфянам, 15 глава. Собственно, наше рассмотрение подходит уже к своему завершению, и, как вы хорошо знаете, первое послание к Коринфянам посвящено практическим проблемам, какого-то развернутого богословия там нет. Не значит, что его нет там вообще, оно, несомненно, присутствует, оно сквозит в решениях тех вопросов, тех проблем, которые предлагает апостол Павел в своем письме. Но в то же время, конечно, первое послание к Коринфянам — это не богословское послание, это послание, которое несет именно практическое измерение. Но есть исключение, исключение как раз 15 глава, к рассмотрению которой мы с вами переходим. Это не просто богословская тематика, а тема, которую апостол Павел поднимает в этой главе, он так широко и объемно больше нигде не исследует и не излагает. Это тема важнейшая, тема воскресения мертвых, которая начинает именно с воскресения Христа. Но вот именно в первом послании к Коринфянам он дает этой теме такое объемное объяснение. А в других посланиях, хотя и касается есть, но это происходит, как правило, вскользь. Нигде больше апостол Павел так подробно об этом не говорит. Итак, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое благословало вам, которое вы и приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподны удерживаете так, как я благословал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в Тридем Писании, и что явился Кифий и так далее. Итак, что здесь важно? А важно, что апостол Павел здесь начинает с того, что он ссылается на первоначальное предание Церкви. Он говорил о том, что то, о чем он проповедовал, что он говорил Каринской Церкви, это не было каким-то его личным измышлением, что то, о чем была речь, это вера к сей Церкви. И для нас важно то, что мы здесь с вами встречаем это первоначальное кредо, как бы символ веры ранней Церкви, что Христос умер за грехи наши, погребен был и воскрес в Третий день. То есть, собственно говоря, то, что содержит и наш с вами некий Цереградский символ веры. Конечно, в более пространных и расширенных формулировках. Но именно это является его средоточным, его ядром. И дальше апостол Павел перечисляет явления воскресшего Христа, явления, которые доказывают то, что Иисус действительно воскрес. «Явился Кифе, то есть Петру, потом Двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев, в одно время из которого большая часть дана не в живых, а некоторые и почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, апостол явился и мне, как некому извергу». Человек, который знаком с Евангелием, а мы с вами слышим воскресные евангельские чтения в субботу вечером на воскресном всенышнем денье, наверное, на слух даже поймет, что здесь есть явление воскресшего Христа, которое в Евангелии мы с вами не найдем. И это не случайно. Дело в том, что первое послание Коринфянам было написано раньше, чем все Евангелия. И, в общем-то, изложение явления воскресшего Христа в Евангелиях тоже имеет такой прикладной характер, но это требует особого разговора. Так вот, что мы здесь видим? Мы видим здесь явление более 500 братьев в одно время, которое ни у кого из евангелистов не упомянуто. Мы с вами видим здесь явление Иакова, брата Господня, а также всем апостолам. И здесь, в общем-то, непонятно, чем явление 12-ти тогда отличается от явления всем апостолам. А после всех явился и мне, как некому извергу. Что важно для нас? А важно то, что апостол Павел явление на пути в Дамаск приравнивает, пристраивает к явлениям, которые были до Вознесения Христа. И, конечно, это не случайно, потому что он хочет показать тем самым и свое апостольское достоинство. Не случайно в 9 главе, которую мы с вами разбирали, в начале он пишет, «Не апостол ли не я? Не видел я Иисуса Христа Господу нашего?» То есть, с другими словами, да, апостол Павел не ходил за Христом в дни его земного служения. Он его не сопровождал, как другие апостолы. Но это еще не значит, что он его совсем не видел. Он уже воскресший явился ему, как и другим. И здесь, что важно, упоминание киевы Петра и Якова. Давайте с вами вспомним. Петру воскресший Христос является, несмотря на его троекратное отречение. Евангелие указывает нам, 7 глава от Иоанна, 3-5 стихи, что братья Иисуса Христа не верили в Него. То есть, именно только явление воскресшего Христа убедило Иакова, брата Господня, будущего предстоятеля Русалимской Церкви, что действительно их собрат, он имеет божественные полномочия, он является Богом. И Павел тоже был гонителем. Он говорил, и дальше пишет, «Я наименьший из апостолов не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. Благодать его во мне не была тщетна. Я более всех их потрудился. Не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». Так, конечно же, встреча с воскресшим Христом, она тоже изменила образ жизни и содержание жизни апостола Павла. Он, мы знаем, переворот, который с ним произошел, который с ним в тот момент совершился, и апостол Павел говорит об этой перемене, что он гнал церковь Божию, но все совершенно поменялось. И то, что он сделал, что очень важно, и все его труды он приписывает не себе, не своей настойчивости, не своим способностям или чему бы то ни было еще. Он говорит, благодать Божия, она совершила все это. И напоминает, что действительно то, что он проповедует согласно с проповедью, с вероучением остальной церкви. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Итак, вопрос, который актуален, это будет ли воскресение мертвых? Наступит ли оно? И как оно вообще возможно? Действительно, кажется, что обыденная жизнь, она нас убеждает в обратном. Мы видим, что этот вопрос, он стоял и тогда, в ранней церкви. И дело, собственно, еще в том, что все-таки греческое мировоззрение, оно исключало возможность возвращения человека в прежнее тело. Тело рассматривалось как темницу души, как некое временное обиталище, которое человеку, конечно, для вечности совершенно не нужно, в котором он находится как в неком заключении, и от которого, в конце концов, избавляется. Поэтому возвращаться в тело казалось вообще неким абсурдом. И поэтому тело воскресения будет предметом рассмотрения апостола Павла дальше в этой главе. Но сначала он говорит о том, что воскресение несомненно будет. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетно, тщетно и вера ваша. Другими словами, все, о чем говорится, о смерти Христа, об искупительном ее значении, за грехи, все это полное бессмысльце. Потому что если Христос не воскресал, то смерть Христа не отличается ничем от смерти всех других на земле. В ней нет ничего особенного, ничего исключительного. Она никак не связана с Богом. Но при том же мы оказались, апостол говорит, и лжесвидетелями о Боге. Потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. То есть мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Итак, факт воскресения Христа, он доказывает и возможность воскресения, и то, что воскресение мертвых, оно произойдет. И если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах наши. То есть, другими словами, если Христос не воскрес, то ничего не изменилось. Ни в наших отношениях с Богом, ни в деле нашего спасения. Все осталось прежнее. Все, что говорится, это иллюзия тогда. Обман. Люди говорят о том, чего нет. Но, конечно, спасение перекрыто, поэтому и умершие во Христе погибли. Ибо если мы в этой только части жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. То есть, другими словами, если наше упование на Бога, оно связано только с тем, чтобы что-то получить в этой земной жизни, а выходя за его грани, Бог как бы из жизни исчезает, его там уже нет, то, конечно, эта жизнь несчастна, потому что то человек терпит в этой жизни, то, как бы, с чем он связывает свою жизнь в будущем, этого оказывается и нет. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Первый, да, за ним будут воскресены другие. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христов, потом Христовы в пришествии его. Разницу, да, вот это вот противопоставление Христа Адама тоже не является чем-то уникальным в послании к Риминам. Об этом мы уже с вами говорили. И Адам, да, и Христос. Вот два полюса человечества. Адам приносит в мир смерть, Христос приносит жизнь. И апостол называют Христа первенцем. То есть он первый, кто воскрес, за ним в свое время воскреснут и другие. А затем, когда конец, он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начало, всякую власть и силу, ибо ему надлежит царство и доколе не заложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же покорит ему, тогда и сам Сын покорится, покорившему все ему, да будет Бог во всем. Итак, вот оно, то, ради чего ведет свой разговор апостол Павел. Вот итог. Бог будет все во всем. Ему все покорится. Вот, собственно, это и есть царство Божие, потому что только слово царство. Царство, это означает, да, что власть принадлежит кому-то одному. И вот в этом будущем царстве все принадлежит, будет только одному Богу. Ничто не будет ему противиться. Никто ему не будет противостоять. И те силы, которые сейчас еще занимают какое-то начальство еще, первенственное место в мире, начальство, власти, силы, то есть это бесплотные некие существа ангельские, они будут не изложены. И более того, упразднится смерть, которую апостол Павел называет последним врагом. То есть речь идет именно о победе Бога, об окончательном триумфе. Все, что было разрушено, случайно апостол Павел здесь вспоминает Адама первым человеком, все это будет возвращено к своему первоначальному состоянию. И здесь апостол Павел приводит аргумент, который нам может показаться странным. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Ну, мы не знаем о том, совершалось ли в Древней Церкви крещение для мертвых или за мертвых. Известно, что в некоторых критических сообществах действительно это имело место быть. Но апостол Павел ссылается здесь на крещение мертвых, как уже на устоявшуюся и общеизвестную практику. И приводит это крещение в доказательстве воскресения. И, возможно, действительно такие крещения принимались. Почему? Потому что апостол Павел говорит о том, что воскрешение возможно только для тех, кто связан со Христом, только для тех, кто Христовы. И, возможно, в окружении первых христиан так всегда бывает. Были люди, которые не были, не успели креститься. И вот, возможно, такие крещения, они все-таки совершались для спасения усопших. То есть мы видим, по крайней мере, очень важный момент, что даже если человек уходил в мир иной, все-таки что-то для него еще можно было сделать, его можно было спасти, даже если он, по видимости, погиб. И вот, в частности, была такая необычная форма крещения за умерших, за мертвых. И сам апостол Павел обращается к своему образу жизни. «Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, средствую в том похвала вашего братья, которое я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем пить, и завтра умрем. Отрезвитесь, как должное, и не грешите. Ибо, кстати, вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Вот какой суровый приговор выводит апостол Павел своим адресатом. Итак, для нас очень важное свидетельство, которое он здесь приводит. Он говорит о том, что он на арене эфесского цирка боролся со зверями. То есть ему был вынесен смертный приговор, и он, по сути, участвовал в каких-то таких представлениях, состязаниях, боях. И, по-видимому, что-то произошло, то, что избавило его от столь верной смерти. Об этом он говорит в начале второго послания Коринфянам. Апостол Павел не боялся смерти в этой ситуации, не боялся потому, что он верил в воскресение, что для него воскресение было даже не просто один из постулатов веры, а это был его личный опыт, опыт, которым он жил. Опять же, поскольку он встретил воскресшего Христа на пути в Дамаск. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудно, что ты и сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты и сеешь, то и сеешь не тело будущее, а голое зерно, как случится пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, как иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. И вопрос, на который приходится дальше отвечать апостолу Павлу, уже прозвучал. А как же тела, откуда они возникнут, если человек полностью разлагается, если от него порой уже ничего не остается? Как может быть воскресение? С чего, откуда оно возьмется? И апостол Павел, как мы видели, приводит пример семени. Семя падает в землю, голое семя, безжизненное совершенно. И вдруг из этого безжизненного маленького семени вырастает какой-то цветок, или что-то большее, куст, какой-то злак. И таким образом появляется новое тело. И апостол Павел говорит о том, что тела воскресших будут отличаться друг от друга, как звезды отличаются друг от друга своим свечением. Но интересно, что здесь, в завершении отливка, который я прочитал, апостол Павел, давая характеристики нового тела, он говорит, что сеется в немощи, сеется в уничижении, в тлении. И здесь очень интересно, что если вы заглянете в четвертую главу, то увидите, что именно такие характеристики он дает сам себе и апостольскому служению в целом. Он говорит о личном унижении, о немощи, о собственной. То есть вот эта динамика смерти, воскресенье, она пронизывает все его существование, всю его жизнь. И различая нынешнее тело, которое он называет душевным, и будущее, которое он называет духовным, он поясняет это различие. Есть тело душевное, есть тело духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душой живущий, а последний Адам стал дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, а потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстный, каковы небесные, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. То есть тело воскресшего Христа, которое получило новое измерение, мы прекрасно знаем из Евангелия, Господь мог проходить сквозь стены, Он мог очень быстро перемещаться на расстоянии. Вот эта некая духовность, которая не отрицает при этом материальности, которую духовность, это тело приобрело после воскресения, она и будет новой характеристикой всех тел воскресших. Ибо то, скажу вам, братья, что плоти и кровь не могут наследовать царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг в мгновение ока при последней трубе. Ибо востребит и мертвый воскреснет нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное, а смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в бессмертие, то сбудутся слова написанные, поглощена смерть победы. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господа нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Богом. Другими словами, апостол Павел, он живет этой победой, этот триумфом жизни над смертью, спасением над гибелью, восхождением над поражением. И более того, мы видим, что он был убежден, что воскресенье произойдет уже при его жизни, что это изменение, оно застигнет и его, и тех, к кому он обращается в этом послании. Мы знаем, что этого не произошло, что эта надежда апостола Павла, она не исполнилась. Означает ли это, что тем самым воскресенье это какая-то такая долгоидущая перспектива, что это обетование, которое неизвестно ли, осуществится ли вообще. Но я думаю, что, как и апостол Павел, у каждого из нас есть опыт церковной жизни, опыт встречи с воскрешным и общения с ним. Прежде всего, конечно, в причастии святых христовых тайн, в опыте молитв, потому что Христос, он продолжает жить. Ведь он не просто человек прошлого, он единственный человек, который живет в настоящем. Мы не просто вспоминаем о нем, это данность. Христос вчера и ныне, и сегодня тоже, говорится в послании к евреям. И поэтому, конечно, воскресенье это действительно победа Бога, потому что человек, он внес в этот мир тление, эту порчу. И то, что было задумано Богом, как некая гармония, как единство душевного и духовного, это единство, оно было разорвано в результате падения и последующей смерти. И тем самым апостол Павел, он говорит не просто о спасении души, он говорит именно о спасении в теле, о восстановлении замысла Божия. И, конечно, его вера в воскресенье, веру, которую он нам передает сквозь века, это вера в то, что Бог не может потерпеть поражение. Что даже если грехопадение, оно что-то изменило в этом мире, даже если творение Божие, оно оказалось испорченным, то все равно настанет час, что он неизбежно придет, что все восстановится, все вернется на круги своя, что Бог все равно победит все последствия человеческого падения. И тогда восторжествует жизнь, восторжествует то дело, ради которого Христос, Сын Божий, пришел в этот мир.